Глава шестая. Греческий архипелаг. Поток перенес нас с одного моря в другое. Спуск по пологому руслу потока был легок, но разве можно было вернуться обратно тем же путем, с таким крутым подъемом и против течения? Около семи часов утра Нэтленд и Канцель тоже вышли на палубу. Неразлучные друзья спокойно проспали всю ночь, совсем не интересуясь подвигами Наутилуса. Ну-с, господин натуралист, обратился ко мне канадец шутливым тоном. А где же Средиземное море? Мы плывем по нему, друг Нэт. — Э-э-э, — сказал Канцель, — значит, нынешней ночью... Нынешней ночью мы в несколько минут прошли через непроходимый перешеек. — Я этому не верю, — отвечал канадец. — И напрасно, мистер Лэнд, — возразил я. Низменный берег, что виднеется на юге, — египетский берег. — Рассказывайте, сударь, — возразил упрямый канадец. — Ежели сударь говорит, — сказал Канцель, — надо ему верить. — Послушайте, Нэт, — сказал я. Капитан оказал мне честь, показав свой-то туннель. Я был вместе с ним в штурвальной рубке. Он сам вел Наутилус через этот узкий проход. — Слышишь, Нэт, — сказал Канцель. — У вас отличное зрение, Нэт, — прибавил я. И вы легко различите выступающие далеко в море, мол, гавани, порт Саида. Канадец стал пристально вглядываться. — Да, — сказал он, — вы правы, господин профессор, и ваш капитан — мастер своего дела. Мы в Средиземном море. Но стало быть, потолкуем, если угодно, о наших делишках. Но так, чтобы никто не мог нас подслушать. Я хорошо видел, куда клонит Канадец. Но все же, — подумал я, — лучше поговорить с ним, если ему так хочется. И мы все трое сели возле прожектора, где нас не так захлестывало водой. — Ну-с, слушаем вас, Нэт, — сказал я. — Что скажете? — А вот что скажу, — отвечал Канадец. — Мы в Европе. И прежде чем капитану Нэмо придет фантазия погрузиться на дно полярных морей или плыть обратно в океанию, надо удирать с Наутилуса. Признаю, что дискуссии с канадцем на эту тему меня смущали. Я никоим образом не желал стеснять моих спутников в их действиях. Но у меня не было ни малейшего желания расставаться с капитаном Нэмо. Благодаря ему, благодаря его судну, я пополнял каждодневно свои познания в области океанографии. Я заново писал свою книгу, посвященную тайным морских глубин, в самом лоне водной стихии. — Представится ли еще случай наблюдать чудеса, скрытые в океане? — Конечно, нет. И я не могу свыкнуться с мыслью, что нужно покинуть Наутилус, не завершив цикла наших океанологических исследований. — Друг Нэд, — сказал я, — отвечайте мне откровенно. Неужели вы скучаете на борту Наутилуса? Сожалеете, что судьба бросила вас в руки капитана Нэмо? Канадец ответил не сразу. Потом, скрестив руки на груди, он заговорил. — Откровенно говоря, — сказал он, — я не сожалею, что мне довелось совершить подводное путешествие. Я буду вспоминать о нем с удовольствием, но для этого надо, чтобы оно кончилось. Вот мое мнение. — Оно кончится, Нэд. — Где и когда? — Где — не знаю. — Когда — не могу сказать. Но думаю, что плавание наше окончится, когда все моря откроют нам свои тайны. Всему на свете приходит конец. — Я согласен с господином профессором, — сказал консель. И может статься, что, объездив все моря земного шара, капитан Нэмо отпустит нас, всех троих, на волю. — Отпустит, — скричал канадец. — Вышвырнет, — вы хотите сказать. — Постойте, постойте, мистер Лэнд, — возразил я. — Капитана нам нечего бояться. Но я все же не согласен с конселем. — Мы нечаянно овладели тайной капитана Нэмо, и я не думаю, что он позволит, чтобы мы разнесли по свету весть о его наутилусе. — На что же вы надеетесь? — спросил канадец. — Надеюсь, что в будущем обстоятельства сложатся благоприятнее, и мы ими воспользуемся. — Нынче ли? Через шесть ли месяцев? Не все ли это равно? — Неужели, — насмешливо произнес Нэтленд, — а скажите, пожалуйста, господин натуралист, где мы будем через шесть месяцев? — Может быть, здесь же, а может быть, в Китае. — Вы же знаете, наутилус — быстроходное судно. Он проносится по океанам, как ласточка в воздухе или курьерский поезд на материке. Он не боится заплывать в европейские моря. Кто поручится, не пойдет ли он близ побережьей Франции, Англии или Америки, где условия для побега будут еще благоприятнее? — Господин Аронакс, — отвечал канадец, — ваши доводы грешат против здравого смысла. Вы говорите в будущем времени. Мы будем там, мы будем тут, а я говорю в настоящем времени. Мы тут, и надо этим воспользоваться. Логика Неда Лэнда выбивала меня с моих позиций, и я чувствовал себя побежденным. Доводы в пользу моего предположения были исчерпаны. — Сударь, — продолжал Нед Лэнд, — допустим, невозможное. Капитан Немо нынче же предложит нам покинуть наутилус. Воспользуйтесь вы его предложением. — Не знаю, — отвечал я. — А если он скажет, что вторично такого предложения он не сделает, как вы к этому отнесетесь? Я промолчал. — А что скажет друг Канцель? — Друг Канцель, — спокойно отвечал тот, — друг Канцель ничего не скажет. Ему совершенно безразлично, как разрешится этот вопрос. Он холост, как и его хозяин, и как его приятель. Ни жена, ни родители, ни дети — никто не ждет его на родине. Он служит у господина профессора и думает и говорит, как господин профессор. К величайшему сожалению, на него нечего рассчитывать, чтобы получить большинство при голосовании по этому вопросу. Тут две стороны. Господин профессор и Нед Лэнд. Все этим сказано. Друг Канцель. Весь внимание. Он готов приступить к подсчету шаров. Я невольно улыбнулся, слушая комическую речь Канцеля. В глубине души канадец, конечно, был доволен, что избавился от лишнего противника. Итак, сударь, — сказал Нед Лэнд, — раз Канцель не участвует в споре, решать вопрос придется нам с вами. Я все сказал. Вы меня выслушали. А теперь что вы скажете? Приходилось принять решение. Увертки мне претили. Друг Нед, — сказал я, — вот мой совет. Вы правы, и мои доводы менее вески, нежели ваши. Капитан Немо по своей воле не отпустит нас. На это нечего надеяться. Из чувства самосохранения он не выпустит нас на свободу. Но из того же чувства самосохранения нам придется при первом удобном случае покинуть борт Наутилуса. Мудро сказано, господин Аронакс. Но еще одно замечание, — сказал я. Нужно выждать момент действительно благоприятный. Нужно, чтобы наша попытка увенчалась успехом. В случае провала мы пропали. Капитан Немо этого никогда не простит нам. Все это так, — отвечал канадец. Но ваши замечания одинаково относятся к любой попытке бежать в судно, будь то через два года или через два дня. Стало быть, вопрос стоит так. Будет удобный случай. Надо им воспользоваться. Согласен. А теперь скажите-ка, Нед, что вы называете удобным случаем? Ну, предположим, выдастся темная ночь. Судно идет поблизости от европейских берегов. Вот вам и удобный случай. И вы попытаетесь спастись в плавь? Конечно, попытаюсь, если судно будет идти по поверхности моря ввиду берега. А если же судно погрузится под воду? Ну-с, в таком случае... В таком случае попытаюсь захватить шлюпку. Я знаю, как с ней обращаться. Проберемся внутрь шлюпки и, отвинтив затворы, всплывем на поверхность. Штурман из своей рубки на носу судно не заметит нашего бегства. Ну что ж, Нед Лэнд, ловите удобный случай. Но не забывайте, что неудача нас погубит. Не забуду, сударь. А теперь, Нед, хотите выслушать мое мнение насчет ваших планов? Охотно, господин Аронакс. Я думаю, не говорю, надеюсь, что такого удобного случая не представится. Почему? Потому что капитан Немо трезво смотрит на вещи. И, конечно, будет стеречь нас, особенно вблизи европейских берегов. Я держусь одного мнения с господином профессором, сказал канцель. — Поживем, увидим, — отвечал Нед Лэнд, тряхнув головой, как настоящий сорванец. — А теперь, Нед Лэнд, — прибавил я, — на этом окончим нашу беседу. Ни слова более. В тот день, когда вы вздумаете бежать, вы нас предупредите, и мы последуем за вами. Я вполне полагаюсь на вас. Так окончился наш разговор, который должен был иметь такие серьезные последствия. Скажу, кстати, что к великому огорчению канадца события, по-видимому, подтверждали мои предположения. Не доверял ли нам капитан Немо, плавая в европейских морях, или же он избегал встречи с судами всех наций во множестве бороздившим Средиземное море? Не знаю. Но мы шли большей частью под водой и на далеком расстоянии от берегов. Порой Наутилус всплывал на поверхность настолько, что из воды выступала штурвальная рубка, но чаще судно погружалось на глубины, весьма значительные в здешних водах. Так, между греческим архипелагом и Малой Азией, погружаясь на глубину 2000 метров, мы не достигали дна. О том, что мы прошли мимо острова Карпатас из группы островов Южные Спарады, я узнал от капитана Немо, который, указав какую-то точку на карте, произнес стихи Вергилия. Есть у Нептуна в глуби Карпатских вод прорицатель. Это лазурный протей. То был легендарный остров владения Протея, древнего пастуха Нептуновых стад, нынешний остров Скарпанта, лежащий между Родосом и Критом. Я видел через окно в салоне лишь его гранитное подножие. На следующий день, 14 февраля, я решила посвятить несколько часов изучению рыб греческого архипелага. Но в тот день по каким-то причинам герметические ставни в салоне не раздвигались. Установив на карте координаты, я увидела, что мы идем в направлении Каньи, к древнему острову Криту. В те дни, когда я проходил в плавании на борту Авраама Линкольна, пришло известие, что население этого острова восстало против турецкого ига. Но чем кончилось восстание, я не знал. И, конечно, не капитан Немо, порвавший все связи с землей, мог дать мне эти сведения. Вечером, встретившись с капитаном Немо в салоне, я не стал касаться этой темы. Кстати, мне показалось, что капитан в мрачном настроении чем-то озабочен. Вопреки обыкновению, он приказал раздвинуть ставни обоих окон и, переходя от одного окна к другому, пристально всматривался в водную ширь. Что это означало? Я не стал гадать и занялся изучением рыб, проносившихся мимо окон. Тут были бычки-афизы, упоминаемые Аристотелем и известные в просторечии под названием морских бьюнов, которые встречаются обычно в соленых водах близ дельты Нила. Среди них извивались фосфористирующие пагры из семейства морских карасей. Египтяне причисляли этих рыб к священным животным, и появление их в водах Нила отмечалось религиозными церемониями, ибо оно предвещало разлив реки, а стало быть, и хороший урожай. Я заметил также хейлин – костистых рыб с прозрачной чешуей синеватого цвета в красных пятнах. Они большие любители морских водорослей, что придает их мясу нежность и приятный вкус. Потому-то хейлины были излюбленным блюдом гурманов Древнего Рима. Внутренности их, приправленные молоками мурен, мозгом павлинов и языками фламинго, составляли дивное блюдо, превродившее в восхищение вителия. Еще один обитатель здешних вод привлек мое внимание и воскресил в памяти легенды Древнего Рима. Эта рыба прилипала, которая путешествует, присосавшись к брюху акул. По преданию, эта рыбка, вцепившись в подводную часть судна, останавливала корабли. И, говорят, одна из них приковала к месту Триерему Антония и тем самым помогла Августу одержать победу. Отчего только не зависят судьбы народов. Мимо окон проплыли прелестные антиасы из семейства морских карасей – священные рыбы древних греков, которые приписывали им способность изгонять морских чудовищ из тех водоемов, где они водились. Антиас по-гречески означает «цветок». И рыбки вполне оправдывают это название игрой красок, богатством оттенков, включающих всю гамму красного цвета, начиная от бледно-розового до рубинового, и серебряными отблесками на их грудных плавниках. Не отводя глаз, любовался я чудесами морских глубин. Как вдруг новое явление потрясло меня. В водах показался человек – водолаз с кожаной сумкой у пояса. То не было безжизненное тело, преданное на волю волн, то был живой человек, который плыл, рассекая воду взмахами сильных рук. Он то всплывал на поверхность, чтобы перевести дыхание, то снова нырял под воду. Я обратился к капитану Немо и взволнованным голосом крикнул. «Человек тонет! Надо спасти его! Спасти во что бы то ни стало!» Капитан Немо бросился к окну. Человек подплыл и, прильнув лицом к стеклу, глядел на нас. К моему глубокому удивлению, капитан Немо сделал ему знак рукой. Водолаз ответил утвердительным кивком головы и всплыл на поверхность. Не появлялся больше. «Не волнуйтесь!» – сказал капитан Немо. «Это не Коля, смыса Матапан по прозвищу Рыба. Он известен на всех островах Кеклады. Отличный пловец! Вода – это его стихия. Он больше живет в воде, чем на суше. Вечно в плаванье. С одного острова он переплывает на другой. И так до самого Крита. Вы знаете его, капитан? А почему бы мне его не знать, господин Аронакс?» С этими словами капитан Немо подошел к шкафу, стоявшему по левой стороне окна. Возле шкафа находился окованный железом сундук с медной пластинкой, на крышке, на которой был выгравирован девиз Наутилуса. «Мобилис инмобили». Пренебрегая моим присутствием, капитан Немо открыл шкаф, представлявший собой сейф, наполненный слитками. То были слитки золота. «Откуда тут взялся этот драгоценный металл? И на такую баснословную сумму! Откуда у капитана Немо столько золота? И что он собирается с ним делать?» Я слова не обронил и смотрел во все глаза. Капитан Немо вынимал из шкафа слиток за слитком и аккуратно укладывал их в сундук, пока тот не наполнился доверху. По-моему, тут было более тысячи килограммов золота. Короче говоря, около пяти миллионов франков. Он тщательно запер сундук, написал на крышке адрес, на новогреческом языке, как мне показалось. Затем капитан Немо нажал кнопку электрического звонка, проведенного в кубре команды. Пришли четыре матроса и не без труда вынесли сундук из салона. Я слыхал, как они волочили его на талях по железным ступеням трапа. Тут капитан Немо обратился ко мне. «Что вы сказали, господин профессор?» – спросил он. «Я ничего не говорил, капитан», – отвечал я. «В таком случае позвольте пожелать вам покойной ночи, сударь». Сказав это, капитан Немо вышел из салона. Вернувшись в каюту, я напрасно пытался уснуть. Я был крайне заинтригован поведением капитана. Какая связь была между появлением водолаза и сундуком, набитым золотом? Вскоре по легкой боковой и келевой качке я понял, что Наутилус всплыл из глубинных слоев на поверхность вод. Послышался топот ног на палубе. Стало быть, отвинчивают шлюпку и спускают ее на воду. Шлюпка слегка толкнулась о корпус Наутилуса, и все стихло. Прошло два часа. Шум и топот ног на палубе возобновились. Но вот шлюпку подняли на борт, выдворили в гнездо, и Наутилус снова пошел под воду. И так золото было доставлено по адресу. Но в какие края на континенте? Кто был корреспондентом капитана Немо? На другой день я поделился с канцелем и канадцем впечатлениями минувшей ночи. Они удивились не менее моего. «Откуда у него такие золотые запасы?» — спросил Нэтленд. Что можно было ответить? Позавтракав, я пошел в салон и сел за работу. До пяти часов я приводил в порядок свои записи. Вдруг мне стало жарко. Я сбросил с плеч свою вессоновую куртку. В чем дело? Мы находились далеко от тропиков. Наутилус шел в глубинных слоях, где не ощущалось повышения температур. Я посмотрел на манометр. Мы шли в 60 футах под уровнем моря. На таких глубинах повышение атмосферного давления не оказывает никакого действия. Я работал, а жара становилась все нестерпимее. «Не пожар ли на судне?» — подумал я. Я хотел уже выйти из салона, как на пороге появился капитан Немо. Он подошел к термометру, посматривал на ртуть и обратился в мою сторону. «Сорок два градуса», — сказал он. «И это чувствительно, капитан», — отвечал я. «Если температура будет повышаться, мы заживо сваримся». «О, господин профессор, температура не повысится, если мы того не пожелаем». «Вашей власти убавлять колебания температуры?» «Помилуйте». «Но я могу уйти от очага, повышающего температуру». «Стал быть, такова температура внешней среды?» «Разумеется, мы плывем в кипящей воде». «Не может быть», — вскричал я. «Посмотрите». Створы раздвинулись, и я увидел белые гребни бурунов вокруг наутилуса. Клубы сернистого пара слались по воде, клокотавшей, как в котле. Притронувшись к стеклу, я быстро отдернул руку. Так оно было горячо. «Где мы?» — спросил я. «Близ острова Санторин, господин профессор», — отвечал капитан. «В проливе, который отделяет Неа Камени от Палиа Камени. Я хотел показать вам подводное извержение вулкана. Явление любопытное». «Я думал», — сказал я, «что процесс формирования новых островов уже завершился, «в областях вулканического происхождения процесс формирования никогда не завершается», — отвечал капитан Немо. «Внутренний огонь Земли извечно действует в недрах земного шара». По свидетельству Кассиадора и Плиния, еще в XIX году н.э. на том самом месте, где недавно образовались эти острова, появился остров Божественная Тея. Потом остров скрылся под водой, чтобы снова возникнуть в XIX году и снова исчезнуть в морских пучинах. С той поры вулканическая деятельность приостановилась. Но 3 февраля шел уже 1866 год. Новый остров, наименованный островом Георгия, возник среди клубов пара близ Неокамени. А 6 числа того же месяца он слился с Неокамени. Ровно через неделю, 13 февраля, появился остров Афраэса, образовав между собой и Неокамени, пролив шириной в 10 метров. Как сейчас помню, каким образом все это произошло. Я был как раз в здешних морях. Я проследил вулканические явления во всех их фазах. Остров Афраэса округлой формы имел в поперечном сечении около 300 футов и возвышался над уровнем моря на 13 футов. Он состоял из смеси черно-стекловидной лавы и обломков полевого шпата. Но вот 10 марта появился еще островок, немного поменьше, названный Река. Острова эти слились с Неокамени и ныне составляют одно целое. А где же пролив? Вот он, отвечал капитан Немо, показывая мне карту греческого архипелага. Видите, я уже нанес на карту новые острова. Со временем пролив может исчезнуть? Весьма вероятно, господин Аронакс. Ибо в 1866 году, как раз напротив порта Святого Николая на Палео-Камени, появилось 8 островков вулканического происхождения. Можно ожидать, что в ближайшее время Нео и Палео образуют одно целое. Ежели в Тихом океане рифообразующие кораллы создают материки, то в здешних морях ту же роль играют вулканические извержения. «Поглядите, сударь, поглядите-ка, какая кипучая деятельность наблюдается в морских глубинах!» Я подошел к окну. Наутилус стоял на месте. Жара была нестерпимая. Вода из белой стала красной от присутствия железистых солей. Несмотря на геометрические рамы, в салон проникал удушливый запах серы. И по ту сторону окон вспыхивали порой языки пламени, столь яркого, что меркнул свет прожектора. Я обливался потом, не хватало воздуха. Казалось, вот-вот сварюсь. «Немыслимо оставаться дольше в этом кипящем котле», — сказал я капитану. «Да, это было бы неосторожно», — ответил невозмутимый капитан. Он отдал приказание, наутилус лег на другой галс и вышел из этого пекла, где дальнейшее пребывание становилось небезопасным. Четверть часа позже мы вздохнули полной грудью, всплыв на поверхность вод. «Ежели бы Некленд, — подумал я, — избрал для побега здешние воды, живыми мы не вышли бы из этого огненного моря». На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, где между Родосом и Александрией встречаются впадины глубиной чуть ли не в 3000 метров. И наутилус, обогнув мыс Матапан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелаг.